А помните вот этот дом? Мы с вами смотрели, по-моему, даже квартира, которая мне очень понравилась. Я её даже назвала «Квартира мечты». Они продавали её за 120 тысяч, а потом сняли с продаж. Давайте мы с вами сначала посмотрим эту квартиру, которая была продана. И я сразу хочу обратить ваше внимание, что это был 2020 год, ровно три года назад. И эту квартиру тогда продали, по-моему, за 145 тысяч фунтов. Выставили за 120, а потом поменяли цену. Но давайте всё по порядку. Сейчас мы с вами и посмотрим. На втором этаже слева, вот окна эркерные, это как раз «Квартира мечты», как я её называла. И я иду сейчас мимо и вижу вывеску. Вот видите, там написано красным, что квартира уже продана. Давайте мы с вами сейчас, чтобы вспомнить это всё, быстренько посмотрим коротенький отрывочек из этого сюжета. Это она, это квартира. На втором этаже площадь квартиры 54 квадратных метра. Она состоит из bedroom, lunchroom совместно с kitchen, с кухней. Вот кухню я показываю. Кухня не так и маленькая, 3 на 2 метра. Здесь всё уже есть. Бойлерное отопление такое же, как у меня. И даже вы посмотрите, что у них плита такая же серая, как я себе купила сейчас новую. И вы знаете, ну вот, наверное, не зря она мне понравилась, эта квартира, потому что она очень похожа на мою. Такие же окна эркерные. Моя квартира 55 квадратных метров сейчас. И когда у меня тоже есть бойлер, я считаю, что вполне соответствует. Я хочу, что ещё тут сказать. Значит, у этой квартиры единственное, что это service charge, оплата месячная, leasehold, всего лишь 80 фунтов в месяц. А вот за мою квартиру, как вы помните, я плачу 250 фунтов в месяц. Вот это, конечно, огромные деньги. Поэтому надо что-то думать. Вот я показываю опять спальню. Большая. Очень большая комната. Спальня 4 на 4 метра. Ну, 16 метров, не знаю, может быть, кто-то скажет, не такая уж она и большая. В общем, эта квартира всего лишь летом побыла на продаже неделю. Они её выставили за 120 тысяч фунтов. Я предложила им 110 по своему бюджету. Ну, и вот они, конечно, сразу отказались. А потом, когда я стала узнавать, что произошло с этой квартирой, мне сказали, что они её сняли с торгов буквально через неделю. Передумали, наверное, продавать. И вот, видите, сейчас я связалась, кстати, с этим новым агентством Watson Bull & Porter. И у них поинтересовалась, когда была выставлена эта квартира и за сколько её продали. Так вот, по второму разу они её уже выставили сейчас за 145. И она ушла в лёд. Представляете, со 120 до 145 поднялась цена буквально в течение года. Ну, и теперь вы представляете, как я удивлена была, когда я снова увидела здесь вывеску о продаже недвижимости в этом доме. Конечно же, я поинтересовалась, там уже новое агентство, другое. А что случилось, почему эту квартиру вновь продают? Но оказалось, что это продают другую квартиру внизу на первом этаже вот этого здания. И давайте мы посмотрим, что там за квартира и за какие деньги продаётся она здесь в 2023 уже году. И это я уже показываю вам фотографии из брошюры. Вид на квартиру. На первом этаже находится квартира вот с левой стороны здания. Квартира имеет отдельный вход. И вот планировка этой квартиры. Общая площадь 51,7 квадратных метров. Посмотрите, как она неплохо здесь выглядит. У неё два больших эркерных окна и выход на террасу. Вот такая вот гостиная. У гостиной площадь 24,8 квадратных метров. То есть это будет 5,10 метров на 4,85 метра. С окном с двойным остеклением. На переднюю сторону французские двери. Патио с двойным остеклением. Которая ведёт в общий сад. Я вам читаю всё просто один к одному по брошюре, которая здесь даёт агентство по продаже. Поэтому все претензии, пожалуйста, к ним, если кто-то не согласен с размерами или ещё с чем-то. И вот мы видим кухню. Кухня оснащена соответствующим ассортиментом базовых и навесных шкафов в стиле шейкер с глянцевыми столешницами из ламината, с эффектным гранитоплиточным фартуком, врезкомойки в столешницу из букового блока, со смесителем, двойная духовка высокого уровня, электрическая четырёкомфорочная плита с вытяжкой из нержавеющей стали. Кстати, площадь кухни здесь в брошюре вообще не указана. Так что любители определять размеры на глаз, пожалуйста, определяйте сами. Ну, а мы смотрим следующую комнату. И это у нас спальня. Спальня 17 квадратных метров, то есть 4,88 на 3,48. Спальня оснащена соответствующим набором гардеробных шкафов, в том числе ящиками для хранения вещей над кроватью и боковыми столиками. Электрический обогреватель и эркерное окно с двойным остеклением. Вот они всегда обращают внимание на то, что здесь двойное остекление, потому что в Англии поменять окна такие огромные, это стоит больших денег, поэтому на этом всегда заостряют внимание. А вот то, что здесь только электрическое отопление, нет бойлера основного с батареями паровыми. Вот на это они стараются, внимание, не заострять. Ну и вот мы видим ванную комнату. Снова читаю по брошюре. Комната оснащена белым набором сантехники из трех предметов, состоящим из обшитой панелями ванны со стеклянной перегородкой для душа и душем мира. Унитаз низкого уровня и умывальник на пьедестале. Частично облицованная плиткой ванная комната, электрическая хромированная вешалка для полотенец и сушильный шкаф. Электрический, изолированный бойлером с горячей водой. Вот видите, здесь они написали, что бойлер с горячей водой электрический, что, в общем-то, не очень хорошо. Ну и стоимость этой квартиры на настоящий момент 159 тысяч 950 фунтов стерлингов. Или, чтобы было более понятно, это составляет 17 миллионов 590 тысяч рублей по нынешнему курсу. В распоряжении этой квартиры вот коммунальный общий сад, так называемый, и парковочное место для автомобиля сзади, за этим домом. Квартира также находится в Лисхолде на 900 лет в настоящее время. И сервис чардж составляет 960 фунтов в год или 80 фунтов в месяц. Совсем неплохо. Единственное, что не очень хорошо, что квартира расположена вот на главной дороге из Шанклина в Райт. Я показываю вам в замедленной съемке. Вот как раз здесь у нас слева, вот он, этот дом, видите? Ну и очень оживленная здесь трасса мимо, шумно. Но зато, опять же, хорошо тем, что, во-первых, автобус, автобусная остановка тут рядом, ну и тем, что это город Шанклин и самый центр города, что немаловажно тоже, и то, что поднимает цену. Ну а то, что в доме нет централ хитинг, как называется бойлер. Это, конечно, очень плохо, потому что установка бойлера тоже стоит денег и немалых. Вот я заплатила 7000 фунтов стерлингов за установку бойлера в своей квартире, потому что электрические вот такие вот обогреватели, они, конечно, вам квартиру зимой не отопят так, как нужно, не обогреют. Ну а мы с вами ходим здесь по другим улицам в Шанклине, я показываю вам, что очень много появилось табличек опять на продажу. For sale недвижимость. Рынок недвижимости оживился. Ну и что касается моей квартиры, которую я решила продавать, вы знаете, все опять застопорилось, скажем так, потому что я обратилась к двум компаниям, агентствам по продаже недвижимости. Одна компания мою квартиру оценила в 150 тысяч фунтов, а другая, к сожалению, в 120. То есть дала такую же цену, какая была до ковида в 2020 году. Так, знаете, немного удивили меня вот такая разная оценочная стоимость у разных компаний. Очень странно, потому что, ну, разброс, я могу понять, на 10 тысяч фунтов стерлингов, но здесь получилось, что на 30 тысяч разницу дали два разных агентства. Ну и потом у них там у всех разные проценты с продажи, вот до 3,5% от общей стоимости они берут за свои услуги. Очень медленно все это продвигается, они вообще не торопятся, никому, по-моему, дела нет, чтобы это как-то ускорить, потому что, вот, посмотрите, сколько времени уже прошло, и до сих пор не пришел фотограф сфотографировать, сделать брошюру и выставить на продажу мою квартиру. Все, воз и ныне там. Да, и, кстати, я хочу еще заметить, друзья, тем, кому нравятся вот такие мои ролики, где я показываю английскую недвижимость, квартиры, пожалуйста, в конце моего видео сегодня я вам дам 4 сюжета, видеосюжета, которые были сняты мной в 2020 году, когда я впервые выставила свою квартиру на продажу и искала летом себе недвижимость. Можете посмотреть, сравнить, там тоже разные квартиры и разные цены. Цены, конечно, намного ниже, чем сейчас. Как мы с вами уже выяснили, цены в среднем возросли на 45%. Ну и еще, друзья, можете найти самостоятельно все о недвижимости в Англии. У меня есть в плейлисте, который называется «Английская недвижимость». Можете открыть и посмотреть. Очень много роликов об этом. Ну и также я знаю, что многим очень нравятся вот такие покатушки и прекрасный вид на все города и деревушки на острове Уайт. Это вид со второго этажа двухэтажного автобуса. И если кому-то хочется найти и посмотреть еще, то тоже вы можете это найти в плейлисте под названием «Покатушки». Да, ну и еще. В основном я знаю, что мои зрители интересуются видео о недвижимости и видео о знакомствах моих с мужчинами. Но еще, друзья, пожалуйста, обратите внимание, если вы зайдете на канал, увидите у меня очень много разных тем моих видео. И в том числе о жизни в Англии, в том числе исторических очень много видео. Ну и вообще разные совершенно темы. А не только мои свидания с мужчинами и недвижимость. А на этом, друзья, у меня для вас все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пожалуйста, берегите себя в это трудное время. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok